Здравствуйте, друзья! Наш институт, институт живописи за 100 дней, мы продолжаем его развитие, и следующая группа работ, которую мы должны с вами выполнить, это будут копии великих мастеров. Первый вклад у нас был самый простой, то есть мы пробовали краску, пробовали себя в очень простых задачах, хотя на самом деле они вполне картинно смотрятся, эти задачи, которые вы понаписали. И, кстати, завтра-послезавтра я начну комментировать ваши работы, готовьтесь. И теперь будет сложная задача, копии великих мастеров. И я хочу морально вас подготовить к тому, что не будет легко. Обычно я стараюсь максимально упростить формулу написания для наших обычных стандартных уроков, которых много. Здесь просто не будет. И здесь как раз нужно порасследовать. И понятно, что не все картиночки будут одинаково хороши. У некоторых лучше получится море, у других другие мотивы. Кому-то, может быть, даже Шишкин окажется по плечу. Тем более я вижу среди вас очень приличных ребят или девчат. Итак, будет некоторая последовательность написания этих работ. Я поставил Айвазовского, чтобы было понятно, о чем вообще идет речь. А первая работа будет не такая сложная. Это фрагмент картины Левитана «Вечерний сфон». И вы, кстати, сможете увидеть не только формулу написания, которая здесь достаточно простая, но и понять для себя, что практически любой русский мотив можно подать в такой манере, и будет хорошо. В общем-то, она написана наполовину импрессионистично Левитаном. Он уже увлекался импрессионизмом, как и многие русские художники этого времени. Ну, вот, несложная задача. Это картина. Это вот прям полноценная картина. Она такая и существует у художника 16-го, кажется, века, да? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Анри Фонтен-Латур «Натюрморт с бокалами-кружкой». Здесь мы с вами попробуем разные фактуры. Фактура фарфора, металла, стекла, кости и вот этих мебельных архитектур. Тоже полезная задача. У кого есть проектор, постарайтесь, ну, как лучше всего поступать. Набрать на глаз, а потом скорректировать, ну, то есть, потренировать глаз набором картины без проектора, а потом проектором скорректировать место расположения этих предметов. Советую не брезговать этим проектором. Хорошие фактуры, немножко сложнее задачи, чем предыдущие. Но все-таки там, если правильно выполнять технологию, то, в общем-то, должно получиться. Она у нас написана в три, по-моему, сеанса. То есть, каждый сеанс дополнял какие-то нюансы, в том числе, вот даже такой какой-то непонятный фончик. Вот. Все дополнялось и, надеюсь, здесь особых проблем не будет. Тоже, по-моему, Левитан, да, у нас? Да. Левитан. Еще одна работа Левитана. В первой десятке уроков, где мы первые шаги делали, были горы. Они были очень простые. Их действительно многие справились, все хорошо. Здесь немножко придется покопаться. Повнимать. Порасчувствовать меры тональные. Если там практически было три тона, то здесь 20 тональных нюансов. Поэтому полезная, умная задача и горы. Горы – это тема актуальная. И, собственно, все три картиночки, которые я уже показал, они все в случае удачи могут быть и проданы, или повешенные на стенку, как красивое и пятно, и красивая картина, у кого получится прямо картина. Форматы можно брать и побольше. Все форматы будут перечислены. Форматы можно брать и побольше. Мне для того, чтобы палитру показывать, сейчас удобнее небольшие форматы. Хотя вот этот формат, конечно, мог бы быть любого практически размера. Ну, советую, может быть, по высоте и соответствующей пропорции, ну, хотя бы так, сантиметров шестьдесят. Ну, вот такой замечательный мимимишный портретик. Портрет девочки – это же сажен, да? Сажен. Я специально не взял крупный формат и в натуральную величину, чтобы вы чуть-чуть вот поковырялись с ним. Вот прямо вот так. Это еще не миниатюра, но это не натуральная величина. И, как бы, я надеюсь, что с этой ненатуральной величиной и с таким выразительным освещением вы все-таки худо-бедно справитесь. Хотя это уже задача так задача. Это уже посложнее, чем три предыдущих. Ну, и опять же, такой портретик. Представьте себе, как он просто в доме, в вашем доме может замечательно пребывать на стене, украшать стену не как портретище, а как портретичек. Кроме того, если у вас есть знакомый персонаж, ну, похожий среди ваших близких, вы можете просто чуть-чуть видоизменить черты. Если там, скажем, меньшая полнота губ или чуть-чуть иной носик, просто довписать, сфотографировав человека вот с этой освещенностью, довписать его и, может быть, подарить. Вот такая задача еще будет. Хорошенькая, нежненькая, тоже вот русский импрессионизм. Здесь мы сталкиваемся с архитектурой. Здесь мы сталкиваемся с зеленым в его многом проявлении. Зеленый коварный цвет. И здесь мы расследуем, как к нему подойти, чтобы он был непошленько выглядел. Очень хорошая, милая картиночка, в том числе и для продаж. Должна получиться. Самая сложная здесь, конечно, будет для вас архитектура и зеленый. Но зеленый формула рассказана, поэтому вряд ли будет так уж сложно. Архитектура, как правило, у новичков гуляет, гуляет, гуляет. Но, опять же, проектор может вас выручить. Опять же, сначала набрали на глаз, потом откорректировали проектором и довели работу до... Так. И еще задачка. Фигура в пространстве. Многие приходят на мои уроки, приносят какие-то фотографии, где вот муж ловит рыбу, или вот мы, вот дочка с женой там где-то, вот можно их туда пририсовать, вот в этот пейзаж. Поэтому, чтобы научиться не бояться фигуры человека в пейзаже, я показал одну из работ, опять же, кого это, тоже саржент, да, показал, как, в общем-то, нехитро можно с этим справиться, и как... Какое взаимоотношение фигур и упрощенности пейзажа при наличии фигур. В общем, полезная задача. Ну и сама по себе художник. Все, как бы уже наша с вами тема, поскольку мы начали свой путь в эту степь. Еще одна задача из серии первых семи. Мы разобьем на две части, потому что все у нас 12, все 12, боюсь, вам станет дурно от 12 такой степени сложности задач, поэтому я разделил их на два блока. Первый блок будет 7, второй будет 5. Второй будет более болезненный. И этот, по идее, не должен быть настолько болезненен. Где-то вот лаком капнуло. Очень нежные цветочечки. И даже если у вас будут не получаться цветы, но в принципе, как цветовое пятно, которое вы по тем подсказкам, которые я сделал, сделаете, в любом случае будет красивая вещь. Она очень силуэтная. Она в цвете нежнейшая. С ней даже если вы не справитесь, она все равно будет красивая. Поэтому я решил именно эту работу вам показать. И могу пожелать удачи. Это первые семь. Потом мы сделаем небольшую паузу на то, чтобы немножко отдохнуть. Отдыхать мы будем вот на таких картиночках. Смотрите, симпатичные вещи. Вот такие. Это все сейчас как бы в процессе письма. И там тоже много всяких полезных вещей. Как бы разные техники. И вы немножко отдохнете. Ну, а потом начнем мучиться. Первая мучительная вещь будет вот эта. Но вдруг окажется, что она не так мучительна. Вроде бы я максимально попытался быть понятным. И вроде бы должно быть не так больно. И сами ракурс рук красивый. То есть, что мы здесь? Мы здесь и драпировку. Знакомимся с темой драпировки. То, что обычно пишут в институтах, вы знаете. Неоднократно в училищах. И тема рук. Тема объемов. Объемов. Ну, розочка здесь так. Чтобы украсить. Украсить это как картину. То есть. В принципе, эту вещь тоже можно повесить на стену. Как очень красивое пятно. Я долго выбирал руки. И нашел их. Именно эти вот. Ну, с самым удачным фрагментом. Для того, чтобы их написать. Это, конечно, болезненная задача. Сами понимаете. Не такая болезненная. И здесь у нас акцент на мазок. Мазок очень. Такой. Вот если академизм. Он же, в принципе, из мазка состоит. И вот этот мазок здесь. Прям мозаика мазков. Поэтому общение, опять же, с зеленым. Которое всегда лукаво. И учимся мазку. Ритму мазков. Очень полезная задача. Сто процентов полезная. Предполагаю, что здесь вы не сильно замучаетесь. Единственное, что мазков придется положить много. Похожая на эту задачу. Но уже такой осенний мотив. И что-то в этом мотиве. То есть, смотрите. Если предыдущий. Просто деревья. Просто речечка. То здесь появляются персонажи. И вот представьте себе. Если бы художник написал все это без вот этого. Ну, то есть, пейзажик. Но появляются эти две лошадки. И появляется целый рассказ. То есть, по мере написания, вы прочувствуете эффект того, что картина может разговаривать. Проговорить целую историю. Ведь понятно, что эти лошадки припаркованы, потому что парочка влюбленных где-то сейчас гуляет. Взаимоотношения даже самих лошадок. Смотрите. Это уклоняется немножко, стесняется. А этот напорист. То есть, научиться мыслить вот такими рассказами в картине. Это поленов. И даже просто от того, что в вашей истории, в вашей памяти будет работа такого рода. Ну, и плюс осень, конечно. Тоже надо научиться писать и травки вот такие. Суховатость. И дырчатость деревьев на фоне неба. И, конечно, вот идею рассказа в картине. То, что она будет у вас в памяти, она даст вам на что облокотиться, когда вы будете выбирать, а чтобы туда вписать, чтобы вот она стала не картинкой, а картиной, как в данном случае. Вот, тоже умная, полезная. Абазовского вы видели. Ну, а это, конечно, каторга. Кто переживет эту каторгу, то, в общем-то, весь Шишкин, вот он весь такой. Он не сложный. Но все-таки здесь очень много инструментов задействовано. Инструментов технических, тональных. И, конечно, больно будет. Но кто пройдет, и это, ну, все равно же картинка будет красивой. Понятно, что она достаточно выразительная, чтобы быть красивой при любом исполнении. Это педантичная работа, это внимательная работа, это, опять же, работа с зеленым, с его проявлением. А самое главное, что русская природа, она же наполовину вот такая. Поэтому вы сможете, во-первых, уже понимать шишкинство в письме, а, во-вторых, очень много элементов из этой картины пригодятся вам в исполнении русского пейзажа. Вот. Ну, тоже попытался быть максимально понятным. Даже Санечка вот удивлялась, когда снимала эти видео. Слушай, как же ты хорошо объясняешь. Ну, и, конечно же, Айвазовский. Тема моря. Куда без Айвазовского? Лучший маринист всех времен и народов, изобретатель подачи моря в таком волшебном. Я бы не сказал, что оно сложное. Некоторым кажется, что Айвазовский это какой-то вообще сверх... Сверх... А, кстати, о Шишкине. О Шишкине, да знаете, что? Человечков не мог писать. Мишек в этом лесу... Мишки в лесу, там, как там они, на деревьях там... Да. Так ему кто-то другой написал, Мишек. То ли по левому, то ли... Вот, так что... Все художники имеют свои слабые места. Поэтому, если что-то будет не получаться, помните, что... Что слабые места есть любого художника. Вот. Ну, а здесь... Понятно, что шторм, гибель. Там еще в картине Айвазовского «Тонущий человек на бревне». И здесь лодочка спускается, чтобы утонуть. Ну, я подумал, что в наше время это не так важно, чтобы все гибло, все тонуло. Чтобы драматизм и трагизм напускать. Ну, вот, качается этот кораблик. Кораблик надо научиться решать. И тут есть инструменты для его решения. Ну, и, конечно, прозрачность волн. Вот. Так что, вы услышали меня, что будет два блока. Семь. Потом отдых на вот таких работках. Потом еще пять. И снова работы современных мастеров будем копировать некоторое время. Прежде чем перейдем уже к следующему этапу. Когда начнутся аналогии. Когда мы будем работать по аналогии с какой-нибудь картиной. Вот. А, еще с трюками художников современных будем работать. Так что у нас большой путь. И поскольку эти и трюки, и новые техники, которые современные художники поизобретали. Они имеют корнями вот эту живопись. Несмотря на то, что это не древние художники в основном все-таки. Потому что та живопись до середины 19 века. В общем-то, сейчас трудно найти актуальные вещи для повесить на стену или продать. Поэтому я взял тех, кто еще дышит этим академизмом. Но уже модернизирует и ищет упрощенные решения. И как бы более свежие решения. Более в цвете нарядные решения. Вот. Так что. Вроде как я объяснился. Если есть какие-то вопросы, может быть. Вы спрашивали о цене. А цена будет указана, вы знаете где. Ну, то есть она везде, где будет прописана, везде будет. Да, после эфира будет. Просто я не хочу в эфир произносить цифры. Ну, все это в тех же пределах, в которых мы до сих пор работали. Так что ничего сверхъестественного не будет. Ну, если я... А можно этапы курса неподряд? Или это навредит? Можно. Если есть вот... Чешется рука вот именно с этого самого сложного начать. Нет, нет, не навредит. Не навредит. Ну, просто для тех, кто робок еще, лучше будет соблюсти некоторую дисциплину. А чтобы присоединиться, нужно сначала первый этап? Нет, нет. Первый этап для тех, кто решил, что ему и первый этап нужен. Вот научиться не бояться масляной краски. Ну, так уж получается, что второй этап, это уже такой основательный этап. Он как бы барьер на дальнейшем развитии. Но это необходимо столкнуться с мастерами, старыми мастерами, для того, чтобы понять, что же такое высокая живопись. Потому что понятно, что у современных художников они прячут высокое за хитрости всякие. И, в общем-то, иногда и непонятно, что высокое, что невысокое. Но нам нужно эту планку увидеть. Есть какие-то шротики выполнения? Нет. Ребяточки, значит, уже завтра, послезавтра мы начнем комментировать. Я начну комментировать работы. И кто сдал, тот получит комментарий, оценку. У кого нет столько времени, реже будет, просто он медленнее будет двигаться. То есть у нас условно же как выглядит институт? Институт за 100 дней. Грубо говоря, 100 дней, 100 картин готов художник. Необходимо приобретать весь блок. И это будут отдельные уроки или будет курсом? Ну, не весь блок, я не знаю. Вообще-то мы об этом не думали. А куда вы без Азовского? Куда вы без портрета? Куда вы без рук? Ну, куда? Я уж попытался суммировать все-таки важные вещи. И надеюсь, что все-таки вы подчинитесь. Как правильно называется курс? Копии старых мастеров. Так, ну что, тогда можно завершить? Да. Все. Желаю успеха. Спасибо. Продолжение следует...